Почему подростки убивают матерей? Пять случаев нападения тинейджеров на самых близких людей. Пять случаев меньше, чем за полгода. Сегодня в студии программы «Степень защиты». Пожалуй, один из самых главных в Санкт-Петербурге специалистов по преступности среди несовершеннолетних Владимир Ивлев. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, вы почти 10 лет проработали начальником Колпинской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Скажите, в вашей практике были подобные ситуации, когда подросток убивал свою мать? Да, конечно, тема, на которую вы пригласили, очень тяжелая. Но по роду деятельности были такие подростки, которые совершали вот такие действия в отношении самых близких. И это скорее исключение, чем определенное какое-то правило. Эти случаи настолько редки, что можно их по пальцам пересчитать. За все эти 10 лет. Допустим, был парень новгородский, хороший, светлые волосы, чистая речь. Но вот свою родную бабушку убил за 600 рублей, которые она ему не давала, на энергетике. Это вот близкий человек. Агрессия в отношении самого близкого. Но это скорее нонсенс. Для мест лишения свободы нахождение подростков за убийство близкого человека. Бывает спонтанно, бывает под воздействием дурманящих веществ, алкоголя. Иногда из неразделенной любви, но просто. Потому что просто убить такого не бывает. Как-то вот на протяжении всей моей службы таких случаев может быть один-два. А вот знаете, как мальчишки плачут и зовут маму, когда они находятся в изоляции. Самый близкий человек становится мама. И не важно, что она злоупотребляет алкоголем, и что она бросила его там в 5 лет. Маму просто боготворят. Мама – это самое лучшее, самое прекрасное, что есть в жизни. И когда тема нашей сегодняшней встречи – это даже мне, человеку, который глубоко в этом работает, мне тоже страшно и непонятно. Вы знаете, я всем задавал один и тот же вопрос. Я говорю, представь, что сейчас волшебным каким-то способом у нас здесь машина времени. И мы с тобой можем вернуться, либо ты один, к тому месту, где ты совершил то, что стало необратимым. Ты совершил преступление. Что ты сделаешь? 100%, может быть, 99% говорит, я бы сделал шаг назад. Здесь практически ни в одном из случаев не преследовали подростки корыстных целей. В начале мая студент колледжа убил свою мать, преступление описал в дневнике. Другой студент колледжа в сентябре нанес несколько ножевых ранений своей матери. Через пару недель на Оланском шоссе девушка зарезала свою бабушку. И буквально неделю назад парень, 15-летний школьник, 9-классник, напал на своих родителей с травматическим пистолетом отца. И перед этим ножом ранил 6-летнюю племянницу. Вот это совершенно не укладывающийся ни в какую систему случай. Как вы считаете, могли быть они спровоцированы какой-то, может быть, ситуацией, которая сейчас среди подростков складывается? Может быть, субкультурой некой? Мне кажется, что все эти случаи, они не связаны друг с другом. Это настолько вот индивидуальная беда каждой семьи, в которой вот это произошло. Нельзя сказать, что это какое-то веяние. Нельзя сказать, что это следствие каких-то одних действий. Это беда исключительная. Следствие будет разбираться, да, какие условия сподвигли этого подростка для совершения преступления. Но я считаю, что вот не надо их связывать. Один из этих молодых людей заявил оперативникам, что на это преступление его сподвигла в том числе и гиперопека со стороны родителей. Вот в колонии для несовершеннолетних правонарушителей есть ли те ребята, которые попали в места лишения свободы из-за того, что их слишком опекали? Был парень, у него возрастные родители, занимаются наукой, и он у них поздний ребенок. И вот они настолько его опекали, и он не соответствовал их идеалу, какой должен быть их ребенок. Мотивированный, воспитанный, очень талантливым должен быть. А он вот, к сожалению, не удалось ему. И вот он не проявил агрессию в отношении своих близких, но он совершил убийство постороннего человека. То есть смотрели за каждым его шагом, с осуждением. И вот эти, скажем так, субъективные призы, вот эти обстоятельства привели его к преступлению. Рассматривались некоторыми специалистами версии о том, что причиной такого поведения могли стать какие-то компьютерные игры. Ну это, знаете, как-то не очень тянет на повод. Это может быть один из череды вот этих обстоятельств, когда ребенок совершает подобное ужасное преступление. Но я не думаю, что это вот эта жестокость, которая транслируется в этих играх, да, сподвигнет человека на вот такой шаг. Это слишком было бы легко. А вам не кажется, что игра, она обесценивает саму человеческую жизнь? А сейчас все, даже не игра. Вы посмотрите, что нам транслируют телевидение и образ положительного героя. Кто это такой? Это человек без особых-то принципов, да, вот любой боевик Голливуда, да, человек стреляет, у него не кончаются патроны. Все падают, а он герой. И в конце ему жмут полицейские руку и говорят, ты молодец, сынок, все хорошо. А он убийца, он поубивал тысячи людей. У нас не идет война. Поэтому я не оправдываю ни один поступок, связанный с насилием по отношению к другому человеку. Знаете, многие сейчас обсуждают вот эти события и говорят, что вот там люди дома, в семьях, растет какая-то напряженность, да, когда в период пандемии мы находимся на самоизоляции, да, дети. Если в семье непорядок, то нельзя сваливать на пандемию, что вот из-за нее у нас получилось вот так. Нужно разбираться, искать этих тараканов, искать эти точки соприкосновения, решать свои проблемы. Не перекладывая на объективное свидетельство. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо.